Привет, ребята! Новый день, новый влог. Мы в Москве, сегодня 20 января. Меня, кстати, часто просят, чтобы я... Ну, не то, что часто, типа, знаете, каждый второй комментарий, но просят, чтобы я говорила видео или как-то подписывала, какой день. Вот. На самом деле, я очень часто, мне кажется, говорю, какой сегодня день. Не знаю, мне так кажется. Может, мне кажется, что я говорю, на самом деле, не говорю. Короче, сегодня 20 января. Сейчас 2 часа дня. Я сегодня встала в 12. Да. И для меня это сегодня было рано, потому что легла я поздно. И вообще, в последние дни очень поздно ложилась. По ночам я сидела, придумала название для нашего бренда. Я думаю, что... Ну, скоро, не скоро. В общем, расскажем, конечно же, вам расскажем, что мы там задумали, затеяли. Вот. Еще очень много шагов впереди. В лучшем случае, я думаю, что через 2 месяца, это прям в лучшем случае, мы сможем запустить то, над чем работаем сейчас. Но я не могу сказать, что мы сейчас очень активно над нашим брендом работаем, потому что, например, Слава болеет. И несмотря на то, что он болеет, он делал разные звонки. Хотя у него ужасно болит горло, ему больно глотать. Ну, короче, заболел. Мы с моим мужем решили немножко разделить обязанности, потому что мы хотим совместный бизнес. И чтобы не было каких-то моментов, мы на берегу решили, кто будет за что отвечать. Понятное дело, что мы оба будем советоваться друг с другом. Наверное, это сложно, но вот даже расскажу вам такой интересный секретик. Вчера я получила разбор от нумеролога. Я знаю, как это звучит, потому что, типа, все... Ну, есть люди, которые ко мне так, типа, относятся, потому что я дурнушка какая-то, потому что я там в астрологию верю, еще что-то. Кто-то, кто верит в Бога, я верю в Бога. Что странно, да, учитывая, что также я верю в астрологию, напишет, типа, лучше сходи в церковь и так далее, потому что у меня даже под видео про замершую беременность так писали. Типа, все бы ничего, но когда я услышала про строза, лучше сходи в церковь, там, Богу молить, ну, короче, такое. Я считаю так, что я вас не сужу, не осуждаю ни за что, по сути, да, только могу иногда хейтеров каких-то где-то осудить, типа, ну, зачем вы, типа, такие злые, например. Но в целом я же вам не тыкну, как вам надо и так далее. Я понимаю, что я блогер, и я сама все рассказываю, транслирую, поэтому вы считаете, ну, не все, конечно, что вы имеете право, ну, как-то, не знаю, говорить мне, во что я должна верить, во что я не должна верить, но мне кажется, это немножко неправильно. Может быть, я ошибаюсь, может быть, все вы правильно делаете, когда объясняете мне, во что я должна верить, во что я не должна. В общем, рассказываю. И нумеролог, значит, сказала, что, ну, помимо того, что наша со славой встреча — это встреча по судьбе, Но я это и так, в принципе, знала, потому что астролог тоже рассказывала Вот, и девочка-нумеролог так прям несколько раз обратила на это внимание Что это так мило, то, что у вас встреча по судьбе, это так здорово В общем, много интересного про меня рассказала, про какие-то мои задачи в этой жизни Ну, что-то я из этого и так знала, потому что я всяким этим увлекаюсь Что-то неясное обязательно задавай Также те уроки, те миссии, то, через что мы должны пройти, то, чему мы должны как-то следовать У каждого человека это свои миссии, то, чему мы можем быть полезными этому миру, вот У каждого человека они разные Начну с твоей первой миссии Активировав эту миссию и когда ты будешь идти по ней, прям, будет полноценно Что активируется? В принципе, когда человек придет по своим миссиям, по своим предназначениям Включается дополнительная поддержка от Вселенной Везение, здоровье улучшается, знаешь, как все самого по себе, оно хорошо складывается Вот, поэтому это на самом деле еще лучше Вот, поэтому это действительно очень важно Первая твоя миссия, она такая Тебе очень важно уметь действительно расслабляться Уметь плыть по течению, уметь вовремя отдыхать Уметь доверять жизни, даже если какие-то невзгоды Продолжай доверять своей жизни Она тебя на самом деле по нужному пути держит Вот, поэтому обязательно доверяй жизни У тебя хороший канал связи с высшими, да, вот со Вселенной Поэтому на самом деле тебя слышат Тебе просто необходимо, да, почаще обращаться Ну, кто как называть, к Богу, к Вселенной К саму ангелу, который у тебя есть И который тебя прям оберегает, оберегает То есть почаще обращайся к ним И в хорошие моменты, и в сложные моменты То есть всегда просто держи связь с ними Вот, так что очень важно доверять своей жизни Также важно быть уверенным в себе человеком Важно уметь вести за собой людей У тебя есть миссия на то, что ты вела за собой людей какой-то масштаб, да, вот на, как раз, да, у тебя есть аудитория, вот это вот уже проявление данной миссии. Также важно уметь брать на себя ответственность, заботиться о себе и проявлять заботу о своих близких людях. Также есть миссия на принятие отца, если есть какие-то обиды, то на отпущение обид, да, на отца, потому что у тебя здесь, кстати, вот это вот есть момент, связанный со финансовым потоком, да, то есть очень важно проработать отца, если имеются какие-то обиды, то есть это прям напрямую связано. Также есть миссия на принятие мира и себя такой, какой-то есть, да, и мира тоже, да, все, что не происходит, стараться принимать, да, то есть вообще, в принципе, по жизни урок на принятие. На самом деле, если где-то что-то не получается, постарайся смотреть на это с другой стороны, потому что, видимо, оно тебе где-то и не нужно было, в плане, там, по работе что-то где-то с кем-то не сложилось. На самом деле, иногда могут отводить от чего-то в этом плане, ну, я про финансы говорю, вот, поэтому где-то, если что-то не получается, не расстраивайся, будет лучше, будет еще возможность, еще что-то придет, ну, это просто, там, на будущее, или, может быть, были какие-то такие ситуации. Вторая миссия, она родовая, связанная с мамой, важно иметь теплые, крепкие отношения с мамой, потому что вы с мамой, как учителя друг друга, на самом деле, вот, прям, ну, тут важно иметь хорошее отношение, также важно, есть урок на доверие к мужчинам у тебя, то есть доверять мужскому полу, не бояться просить помощи у них, вот, ну, думаю, с этим проблем нет, ну, все же, озвучу, все как есть, вот, тут такая вот миссия, также у тебя после 25 лет идет очень интересный период, во-первых, хочу сказать, что у тебя в 24 года был, ну, жизнь делится по циклам, вот, у тебя был завершающий цикл жизни, что-то вот как раз могло, там, в завершающий цикл что-то уходит, вот, то есть сейчас начался новый цикл жизни в 25 лет, как бы, знаешь, как будто все с чистого листа, вот, не то, что заново, просто все с чистого листа, много очень нового в этом году будет, но об этом позже в прогностике расскажу отдельно, чтобы было удобно слушать, сейчас именно конкретно про тебя отдельно запишу прогностику, чтобы это все удобно слушать, вот. Расписала мне, записала голосовушки на каждый месяц, ну, какой-то прогноз, типа, в этом месяце ни в коем случае, там, не коли себе губы какие-нибудь, или, не знаю, не делай каких-то операций, в этом месяце лучшее время для путешествий, отдохнуть, прям, вот, типа, лучше куда-нибудь поедь, поменяй локацию, тебя это очень вдохновит, ну, типа, таких, но там много разных других нюансов, в каких-то там, грубо говоря, ни в коем случае не подписывайте никакие документы договора, то, что касается бизнеса, ни в коем случае, там, в этот месяц не надо, ну, то есть такие полезности, и, на самом деле, почему я хотела обратиться к нумерологу, потому что я еще, не знаю, лет с 14, наверное, знаю, что, ну, я так скажу, потому что я так считаю, типа, умные люди, они, у кого особенно бизнес, они всегда обращаются к астрологам, к нумерологам, потому что тот же нумеролог, он может по названию, по буквам вашего бренда сказать какую-то цифру, которая будет как раз, не знаю, отвечать за то, ну, за ту отрасль, в которой ваш бренд там собирается выйти, да, грубо говоря, это, не знаю, косметика, продукты, одежда, ну, в общем, неважно, не знаю, салон красоты, короче, куча вариантов, просто это какой-то бизнес не связанный с этим, там, не знаю, какие-то поставки, продажи, не знаю, и так далее. И я уверена, что даже политики обращаются к нумерологам, и вот то, что я, и к астрологам, и вот то, что я смотрела всякие астропрогнозы, типа, там, не знаю, конкретных стран, у каких-то астрологов, которые хорошо, ну, в этом обучены, по странам именно смотреть, они тоже говорят, что, ну, типа, тут стопудово обращались к астрологу и не раз, то есть тут стопудово выбирали конкретную дату для подписания договора и так далее, то есть там, типа, какие-то вещи прослеживаются в духе. На самом деле вы можете в это не верить ровно до тех пор, пока вам это не начнет как-то помогать, и вы не начнете понимать, что это, типа, прям классный инструмент в вашей жизни, которого до этого не было. Я знаю много людей, которые смеялись и надо мной также, в том числе над тем, что мне интересно, что я верю в какую-то чушь и так далее, а сейчас они сами, как бы, этим интересуются и говорят вау, вау, просто вау, как же круто, я теперь все понимаю, теперь все ясно. Я знаю, что среди моих подписчиков есть много девчонок и ребят, наверное, которые в это верят, ну, в том плане, что это, знаете, звучит странно, типа, верю, не верю, я к этому отношусь как к инструменту, который помогает, не знаю, мне конкретно это прям необходимо. Мне очень тяжело какие-то вещи, даже не то, что отпускать. У меня голова всегда чем-то забита, я всегда себя накручиваю, то есть у меня какая-то проблема, это всегда глобально, не знаю, просто масштабы всего мира проблема. То есть это настолько все гиперболизировано у меня, что для меня очень важно знать какие-то ответы на вопросы, скажем так, что, типа, это не такая уж и проблема, то есть чтобы астролог мне тот же самый сказал, что Юль, это вообще не проблема, поверь. То есть мне нужно, чтобы был человек, которому я вот в этом плане доверяю, проверенный, ну, человек, который мне скажет, типа, вообще не парься. И для меня это, правда, важно, потому что мне это помогает как-то расслабиться. И, ну, типа, слушайте, кто-то занимается, там, не знаю, йогой, кто-то медитирует. У каждого свое, каждый по-своему, не знаю, находит какие-то ответы на вопросы, расслабление. Кто-то просто живет сегодняшним днем и все, вообще не хочет знать, что его там ждет завтра, не завтра, будут у него дети, не будут, ну, типа, те вопросы, которым я там когда-то задавалась. Я не такой человек, вот. Но весь этот долгий рассказ я просто вела к тому, что я сейчас обратилась к нумерологу, к девочке. Ну, посмотрим, мы с ней поработаем пару дней. Я еще какие-то вопросы позадаю. И, конечно, мне хочется проверить, скажем так, ее слова какие-то в действии. Но это, мне кажется, немножко иначе работает, нежели астрология. Хотя кто знает, то, что мне рассказывала девочка вчера в голосовом, какие-то мои задачи и так далее, они очень мне откликнулись в том плане, что я это и так делаю. И то, что она мне говорила, там, не знаю, иметь обязательно хорошее отношение с мамой. То есть мы с мамой, она сказала, это как два друг другу ученика, учителя, что-то такое. То есть я знаю, там, если говорить про астролога, что моя мама, она моя кармическая мама. Кто-то в это тоже может не верить, как-то к этому относиться, но не каждая там мама своему ребенку кармическая мама. Как бы это странно ни звучало, хотя, может быть, кто-то скажет наоборот. Но, по крайней мере, я знаю такую информацию, что вот у меня, например, другой мамы точно не могло быть. И у меня там есть какие-то задачи по жизни, иметь хорошее отношение с мамой. То, что, в принципе, для меня всегда на первом месте, тоже отношение с мамой, понятное дело, в принципе, с семьей. И это то, что для меня, ну, всегда вот стоит выше всего. И я думаю, что вы знаете, что в каждой семье бывают какие-то разлады, еще какие-то моменты. Я не скажу, что в нашей семье какие-то есть разлады, но в каждой семье все равно есть своя какая-то перчинка. И я могу сказать, что я именно тот человек, который эту перчинку берет и превращает в сладкую карамельку, потому что мне абсолютно, ну, как сказать, не то, что без разницы. Я точно не хочу жить какими-то обидами, недопониманиями и так далее. То есть для меня реально важно со всеми поддерживать хорошие отношения, со всеми своими близкими и родными. И я стараюсь так жить, живу. И от этого счастлива, наполнена. И я знаю, что я всегда могу позвонить кому угодно, обратиться, прийти к кому угодно из своих родных. И со всеми у меня всегда теплые, хорошие отношения. Есть у меня еще, понятное дело, всякие разные задачи по жизни. Но это я просто к тому вообще начала про то, что я поздно встала. От того, что я по ночам постоянно думала о том, как назовем наш бренд. Понятное дело, я выписывала кучу миллиард вариантов, названий. И потом Славе тоже показывала, рассказывала. И могу сказать, что на сегодняшний день мы определились. Я очень рада. И это очень такой важный момент определиться с названием бренда. Один из таких достаточно серьезных, важных моментов. Но впереди еще огромное количество работы, которые нужно как-то проделать, сделать. И что интересно, что и у меня, и у Славы в этом году стоят какие-то благоприятные, типа, для этого все возможности. И помимо бизнеса просто, в принципе, ну я это и так знаю. И вот девочка-ноюролог тоже сказала, что у меня закончился какой-то, типа, этап жизни. То есть, как это сказать, у меня закончился цикл. Какой-то цикл в жизни закончился, тяжелый цикл. И я это и чувствую, и знаю, в принципе. И еще из интересного, я рассказывала в одном из блогов, что каждое определенное количество лет в моей жизни встречаются всякие несчастья, неприятности. И я это не замечала до того, как мне не сказала об этом астролог сколько-то лет назад, в 19-м году, по-моему. И я обещала, что расскажу вам об этом, но могу так сказать, каждые 6 лет в моей жизни происходит всякое говно. Очень неприятное. И все началось с того, что в 6 лет развелись мои родители. И, конечно, я была маленькая. И можно сказать, что с одной стороны на мне это не отразилось, а с другой стороны я точно знаю, что на мне это отразилось. Помимо всего прочего, я помню, что когда я была маленькая, я каждый Новый год загадывала, типа, желание, чтобы родители сошлись. Ну, понятно, я была маленькая. Я не понимала, что это, типа, не так работает вообще. И сейчас-то я уже все понимаю. Вот, развелись родители, но в мои 12 лет у меня развелись бабушка с дедушкой. И это была прям, можно сказать, большая трагедия всей нашей семьи. Ну, трагедия-то, наверное, громко сказано, но это прям жесть. Потому что можно сказать, что бабушка с дедушкой, они держали вообще всю нашу семью вот так. Когда развелись бабушка с дедушкой, в нашей семье произошел такой, можно сказать, раскол. И одна часть семьи отдалилась от другой части семьи. И, ну, как бы, это тоже вот 6 лет. И, может быть, это касается не прямиком меня, знаете, что в духе я там бежала, ногу подвернула. Но это очень сильно отразилось там на моей жизни, на моем каком-то отношении к жизни. На многих моментах то, что коснулось также и меня, разумеется. Просто, в принципе, по ощущениям, по моральным каким-то тоже моментам. Следующее, это, получается, 18 лет. Если честно, я не знаю, что такого произошло со мной в 18 лет. Ну, скажем так, что если сравнивать с теми двумя вариантами, это развод родителей, развод дедушки-бабушки, то в 18 лет я рассталась со своим молодым человеком, с которым, ну, достаточно долго встречалась и знала там всю жизнь практически. Вот. И начала как раз отношения с моим будущим мужем в итоге. Это все произошло в 18 лет, то есть это вообще произошло за месяц где-то до моего дня рождения. Ну, может, чуть побольше, ну, месяц, да, можно сказать, месяц. Вот. Все это произошло за месяц до моих 19, то есть это все равно попадает именно как раз в эти вот по дату 6 лет. И это тоже был очень сложный период для меня, на самом деле. Несмотря на то, что я вроде, типа, ну, знаете, там рассталась и не просто сидела там дома, плакала и так далее, я практически сразу прыгнула там в новые отношения, в любовь и так далее, но все равно это было морально тяжело. Вот такие вот следующие 6 лет. Ну, и потом через следующие 6 лет это мои 24 года. Мои 24 года, вы сами знаете, что меня вообще не пощадили просто максимально. Да и, в принципе, как, ну, это, знаете, такой год, он тяжелый, в принципе, для всех. Тяжелый для всех, все, как бы, в шоке, ну, как бы, много кто что потерял, кого потерял. Это ужасный год был, 22-й, да, я надеюсь, что 23-й будет не настолько ужасным все-таки, хотя кто его знает. Ну, я прям верю, что у меня так точно он не будет таким ужасным. Вот, и буду в это верить до самого конца. Вот, и 22-й год, вы знаете, он меня совсем не пощадил. Мои 24 года, я потеряла любимого дедушку, и, ну, типа, для меня это просто, просто вообще разрыв всего. И я вообще не уверена, что когда-то смогу с этим смириться. Возвращаемся к 24-м годам, помимо того, что ушел в жизнь мой дедушка, еще и потеряла ребенка. Вы знаете об этом, я вот в этом году об этом рассказала, в 23-м. Вот, так что вот такие вот 24 года, это вот каждые 6 лет со мной происходит такое дерьмище. Может быть, кто-то из вас тоже за собой замечал. У, по-моему, каждого человека есть такой, типа, цикл неприятной жизни, который, ну, типа, каждое определенное количество лет случается какое-то говно. Можете даже посидеть, подумать, вспомнить какие-то сложные периоды вашей жизни, посчитать, у кого-то этот цикл 7 лет, у кого-то там 5, у кого-то 4, у кого-то еще больше. Ну, то есть, это как бы просто двоя цифра, такая вот эта 6, ужасная цифра. И сейчас я собираюсь эти 6 лет прожить очень счастливо, потому что я уже не знаю что, но в 30 лет получается опять должно произойти со мной какое-то говно. Но, знаете, немножко, с одной стороны, даже страшно, как будто бы. Сейчас я понимаю, что у меня просто каникулы, у меня 6 лет, 6 счастливых, должны быть беззаботных лет. И потом опять какое-то говно. И я очень волнуюсь, боюсь, не люблю это, но я не буду об этом задумываться и заморачиваться. Пока я с вами болтала, 20 минут не пила нифига чай. Не выспалась я, потому что сейчас поеду на брови. Копиаться на видео про замершую беременность, миллион просмотров за 8 дней. 3379 комментариев. Странные люди пишут. Странная статистика у блогеров. У всех сразу замершая беременность. Прям тренд, что ли? Меня поражают такие люди. Я уверена, что каждого адекватного человека поражают такие люди. Ну, типа, знаете, как будто бы с любым человеком не может произойти какое-то горе и несчастье. Типа, в смысле, тренд. То, что об этом начали рассказывать блогеры, просто блогеры, скажем так, допустим, даже вашего детства просто выросли. Как одна девочка классно написала, что ничего удивительного нет в том, что там у Юли и еще у нескольких блогеров, там у ее знакомых, подруг, случилась такая неприятность. Они выросли, они там начали выходить замуж, жениться, планировать детей. И это все просто начало происходить. Для меня тоже в этом нет ничего удивительного. Хотя есть, ну, я, конечно, в шоке, что это так часто, и среди моих знакомых это часто, но ничего удивительного в этом нет. Мы все, типа, с мужем, там, с мужчиной в браке и планируем детей. Конечно, ладно, ну, как бы никто от этого не застрахован. Типа, чему удивляться? Причем между нами со Славой разница, когда он за рулем моей машины, он всегда закрывает, блин, верх. Меня это жутко бесит. Я всегда, когда сажусь в машину, я не первая, ну, как бы, это не сразу замечаю, но в какой-то момент думаю, так, что за хрень? Ну, типа, блин, в этом же такой большой кайф. Панорамное вот это вот окно. Так же прикольно, все освещает, добавляет света. Обожаю, просто обожаю эту панораму. Конечно, я ее не вижу, когда смотрю за руль, вообще я ее не вижу. То есть, это мне надо вот так вот ехать, чтобы хотя бы видеть. Но когда я снимаю себя на видео, либо сижу рядом, либо, ну, сзади, сзади я обычно, конечно, не сижу никогда. Понятное дело, с чего бы. Вот, то, конечно, я любуюсь. Но это больше для света, для блогера хорошо, и для пассажиров сзади. В общем, я еду, вроде не сильно опаздываю. Причем я встала рано, все так вроде просчитала, чтобы даже вообще не опоздать. Но из-за того, что я с вами заболталась о том, какие сложные у меня 6 лет бывают, я немножко вышла... Ну, и время увеличилось по навигатору, поэтому я прям впритык должна приехать. Вы знаете, я вообще за рулем на дороге такая немножко бабушка, можно так сказать. Я никогда не буду вот это вот делать, я никогда не буду влезать, долбиться там. Ну, то есть, я очень такой порядочный, законопослушный, спокойный автолюбитель, автомобилист. Вот, то есть, я всегда очень аккуратно езжу за рулем, очень, можно сказать, даже медленно в какой-то степени. Такая так, ну, ладно, чего там, грубо говоря, уже зеленый моргает. Понятно, что сейчас будет желтый. Я такая, ну, остановимся. Ну, типа, то есть, еще зеленый. Я такая, ну, все, чего гнать, зачем это самое. Вот, но когда мне что-то надо, когда я спешу, тороплюсь, я, конечно, никогда не поеду там на красный, еще что-то, но я сразу такая, щу-щу, пяу-няу. Причем, самое интересное, что вот я, как считаю, да, конечно, у каждого человека есть какие-то хорошие качества, не очень хорошие качества, то, в чем он хорош, то, в чем он не очень хорош. Но вот я считаю, что водить машину, это у меня просто талант. Ну, типа, талант от рождения, от, я не знаю, гена, не гена. У меня в семье практически все вообще водят. Вот, ну, кроме, кстати, бабушек. Бабушки не водят, а так вообще все всю жизнь водили и водят. И у меня очень хорошо водит мама, папа. Ну, дедушка очень хорошо водил, то есть мне вообще не в кого там плохо как-то водить, еще что-то Ну и плюс ко всему я просто это люблю Ну, то есть есть люди, которые не любят водить и вообще предпочитают общественный транспорт Не потому, что там у них нет денег купить машину, еще что-то, просто они не любят это, не хотят Или там, не знаю, на такси ездят, например И я знаю, что да, действительно такое бывает Есть такие люди, которым вот так вот норм То есть люди, у которых нет рвения, стремления скорее сесть за руль У меня всегда было это рвение, всегда было желание Вы знаете, кто со мной давно, вы хорошо понимаете, о чем я Если вспомнить влоги с дачи на дедушкиной машине, то вы понимаете, что я об этом всегда мечтала, всегда хотела водить Я просто к тому, что вообще я очень аккуратно езжу, я люблю спокойную езду Может быть еще потому, насколько я аккуратный и внимательный водитель У меня за, получается, сколько, 7 или больше лет, с 16-го года я за рулем За все эти года я ни разу не попала в аварию, в которой виновата я Ну, типа, знаете, такая, засмотрелась телефон и кому-то в жопу въехал Или еще какая-нибудь хрень То есть ни разу, тьфу, со мной такого не было за все эти, ну, блин, 7-8 лет сколько Посчитайте там в комментариях с 16-го года Да, были ситуации, в которых не я была виновата, когда мне в жопу въезжали Я даже на влог как-то это записывала, показывала, это был вообще трэш Когда водитель уснул, въехал в одну машину, та въехала в меня, а я немножко въехала в другую То есть 4 машины Но тот, который был спереди меня, он уехал, потому что у него там, по-моему, даже царапины не было Короче, вот такие разные ситуации были И это, конечно, жутко обидно, когда кто-то в тебя въезжает, в твою машинку, можно сказать, девственную Которую ты бережешь, ну, как бы Ты не какой-то там слепышара или невнимательный водитель, знаете, который сидит в телефоне вместо того, чтобы смотреть на дорогу А ты реально как бы сидишь за рулем и понимаешь, что ты за рулем Хотя я, видите, могу там влог снимать, еще что-то Но если я понимаю, что я не могу себе этого сейчас позволить Я никогда не буду снимать себя на видео в какой-то такой момент Вот, и, конечно, обидно, когда ты бережешь свою машинку, а какие-то невнимательные люди еще что-то, ну, как бы, берут тебе и вот так вот немножко гадят Я в центре, 100 лет тут не была, мне осталось ехать 12 минут, на 4 минуты опаздываю Это, конечно, не порядок Вот так вот все у меня выглядит Кстати, вот эту хрень надо снять У меня здесь раньше телефон стоял, как раз навигатор держал Маленький у меня был телефон XS, розовенький Или S он назывался, XS, наверное, он назывался Хрен он знает, я уже не помню Это так давно было Вот, но теперь я сюда ставлю телефон И раньше я сюда еще камеру фишай ставила, очень удобно А фотик я вот сюда ставлю Когда я себя снимаю Ну, в принципе, можно сказать, что в моей машине здесь все прям удобно придумано для того, чтобы что-то снимать Едем по центру Там впереди нас ждет пробка Короче, мне на Арбат надо Там вроде с парковкой все норме, я посмотрела вчера перед сном, что есть куда встать Но есть одна такая мини-проблема Ну, это, конечно, не проблема Я там вроде только на полтора часа должна задержаться Ну, может, на два Там парковка стоит 380 рублей Капец Смотрите, 10 минут На самом деле, когда я проснулась, вообще показывала ехать 20 минут, по-моему Это прям супер, учитывая, что это как бы, ну, в центре Ну, мы недалеко от центра живем Но, вы знаете, Москва, как бы, город пробок Поэтому можно жить недалеко, но в таких пробках встать вообще Конечно Когда какой-то ответственный момент, мы следим за дорогой Просто обучаешься у нас такие Конечно же, этот челс меня не пропустит Или пропустит Ура Такой серый город Посмотрите, сегодня 20 января Именно так И вообще, вы видите снег? Я вижу просто какую-то грязь, пыль, воду Просто все растаяло Вчера было ужасно Вчера прям лужи были Я испачкала себе свой костюмчик любимый Но, правда, я его вчера постирала уже, спортивный, бежевый Вот Сегодня я решила надеть кожаные штаны Чтобы избежать этих приключений И с каплями вот этими черными На светлом Но сегодня, в принципе, сухо Несмотря на то, что все тает Ну ладно, конец января Ну, извините, а февраль? Декабрь, январь, февраль Не понял Посмотрите, я прям в самом центре Я скажу так Немножко волнуюсь по поводу бровей Того, что мне сделают Я думаю, что мне сделают красиво Я иду в салон, в котором там Аня Хиркевич брови делают И еще у кого-то я видела Я думаю, что, наверное Ну, я уверена, что мне должны сделать Прям красоту, красоту Чтобы выглядело натурально, красиво То есть, знаете, не такие Как будто ты только что эти брови нарисовал Каким-нибудь углем То есть, ни в коем случае не такое Вот, единственное, что Ну, как бы я, конечно, сейчас Буду еще с мастером общаться Ну, которому я записалась Спрашивать, всякие вопросики задать Потому что я знаю, что Если ты не делаешь коррекцию Через месяц, там, грубо говоря, да Когда ее надо делать То просто тот перманент, который ты сделала У тебя там через месяца 3, не знаю, 4 Ну, как бы все сойдет Мне это совершенно не подходит Я хочу, чтобы у меня реально держалось Ну, как бы знатно, долго и хорошо Ну, вот не знаю Я думаю, что еще много таких моментов Типа от кожи зависит и так далее У кого-то хорошо берется там пигмент У кого-то не очень хорошо Мне вот менеджер, моя девочка Аня Написала то, что Ну, я ей сказала, что я на бровке поехала У нас сегодня тоже есть рабочий момент Я говорю, я на бровке С такого-то времени Я всегда предупреждаю и Кириллу, и Аню Если я куда-то уезжаю, еще что-то Что если что, я буду там-то и так далее И она мне написала то, что она вот делает тоже брови У нее держится почему-то 3 месяца Я говорю, ты, может, коррекцию не делаешь? А она говорит, делаю Не знаю, от чего зависит От мастера, от кожи Серость На фотке было менее серо, чем сейчас Серость, это у меня от старинного татуажа Да, я понимаю Просто знаете, в чем проблема? Так как мы работаем в очень натуральных, естественных техниках Если я сейчас имплантирую вам пигмент Он просто не будет заметен на фоне этой серости То есть слой перманента наш вот такой Естественно, легкий, что он не может перекрыть Такую значительную серость Вот, допустим, у меня на бровях Вот видите, перманент Он абсолютно никакого оттенка не дает Только потом Как будто бы слегка тенюшкой накрашена Но у меня есть решение Да, да, слава богу Которое было сегодня серо Я уже все Не-не-не-не Смотрите, брови у вас очень красивые, честно Тут, я считаю, нужно просто немножко подчеркнуть тенью Поэтому вот эта серость, я считаю, что она немножко портит Очень портит, да Да, поэтому я могу вам предложить лазер Это буквально 5 минут у нас отличный лазер А потом можно разве не носить? Конечно, конечно На следующий день можно уже То есть это надо будет еще раз приехать, чтобы сделать брови Может быть Может быть, придется даже еще раз удалить брови Но поверьте, мне уже Ребята, я очень жестко обломалась В общем, мастер посмотрела мои брови Сказала, что она, короче, не рекомендует мне И не уверена, что приживется этот, господи, перманентный макияж на мои брови Почему? Потому что у меня там остаток сраного Говно-татуажа, который я делала миллиард лет назад Так, его нужно спустя сначала И только потом делать перманентный макияж бровей Я, конечно, жутко расстроена Мне предложили, ну, выбрать день Приехать именно на сиденье старого, старинного татуажа Чтобы потом сделать хороший перманент Вот, я сказала, что ладно, я тогда подумаю, когда чего Но я жестко обломалась Потому что я к этому готовилась, настраивалась Ну, типа, знаете, думаю, ой, бровки, бровки, бровки Все, сделаем бровки И в итоге вот тяна У меня был опыт, когда мне сводили татуаж уже То есть у меня, ну, был татуаж, мне его сводили Но остатки остались Я понимаю, что самый лучший вариант Это реально нахрен все свести, снести И тогда у меня брови будут выглядеть намного лучше, натуральнее Вообще круче В общем, я расстроилась, поэтому сейчас позвоню в Смайл-студию Узнаю, может, у них там есть мастер по ламинированию бровей Хотя бы на бровке Хоть, может, ламинирование сделаю, не знаю Вряд ли, конечно, сегодня прям мне так повезет И в Смайл-студию будет мой мастер по бровкам Сейчас позвоню, узнаю Здравствуйте, подскажите, пожалуйста А ламинирование бровей можно сделать у вас? Да, конечно А когда мастер будет... Я вот к вам ходила, к темненькой девочке Она выходит под запись Подскажите, пожалуйста, какие вы дни рассматриваете? Я тогда сейчас не свяжусь Самый идеальный вариант было бы сейчас реально заморочиться Записаться на удаление лазером Может быть, пару раз приехать, удалить лазером Не знаю И потом приехать уже на суперперманентный макияж Ну, мне кажется, это таким гемором Хотя я себе дала слово не лениться в этом году И если что-то хочу, то идите его к своей цели Короче, в любом случае В любом случае буду думать Буду думать, размышлять Но обломалась я жестко Ну, врач, вот, врач-косметолог, да, получается Вот кто собирался мне, девочка, такая приятная делать бровки Она прям... Ну, типа, знаете, видно, что она очень хочет мне сделать брови И говорит, я очень хочу, у вас классные брови Типа, вообще, ну, прям вообще не советую Ну, правда И это очень здорово, что такое отношение Они, знаете, наоборот, например, типа Да, давайте сделаем, типа, деньги заплатите Вообще класс! Обязательно к ним приеду еще И попробую все-таки исполнить свое вещество с бровями Ну, может, попозже, не знаю А, ладно, поеду домой Так вот весело прошел мой день Так к этому готовилась Надо было на ресницы сегодня пойти Мне мой мастер предлагал реснички сделать сегодня А я сказала, не могу, у меня брови Ладно, посмотрим, сколько до дома ехать Считай, зря ехала Ну, ладно, в любом случае я проконсультировалась с врачом 35 минут домой ехать, обидно Порадовать себя какой-то вкусняшкой Например, сходить в ресторан Клиника с моего студия, Юля, здравствуйте Да, здравствуйте Назад общались по поводу бровей А 26, 28 и 29 С 11 до 17 можно будет попасть Это получается у нас в четверг, субботу и воскресенье Так, сейчас думаю тогда И если рассматриваете, можно будет и в эти субботу и воскресенье попасть Да, давайте на этих выходных тогда, если можно Так, прекрасно 21, 22, субботу и воскресенье Давайте 21, завтра тогда, если можно Так, хорошо, завтра с 11 до 18 Так, сейчас Ну, давайте часиков три Класс! А то я уже прямо обломалась по всем фронтам Думаю, блин, еще и ждать этого самого бровки До 26, то есть еще типа неделю Думаю, блин, поэтому завтра пойду и сделаю бровки Хоть какие-то бровки сделаю Вообще, я так и хотела Я хотела себе сделать перманент И потом, когда можно будет, там корочки все спадут и так далее Сделать ламинирование, чтобы вообще был вау-эффект Но, но сделаю только ламинирование Которое я тоже, кстати, люблю Вот, так что ничего страшного Так, отключаем парковку дорогущую И едем домой В общем, ладно, я поехала домой Меня зовут Ольга, мне 27 лет И я отчаянно нуждаюсь в помощи в уборке моего дома Вот небольшая предыстория для вас В течение многих лет я боролась со своими проблемами психического здоровья, депрессией и тревогой А также страдая ожирением, что затрудняет выполнение физических задач Я читала текст и просто подумала, что этой девочке есть о чем беспокоиться Но эти вещи были только началом ее проблем В общем, я сегодня не выспалась, поэтому, когда приехала домой, смела макияж Легла, лежала, что-то смотрела, отдыхала, кайфовала И, короче, уснула, прикиньте Ну, как сказать уснула, задремала Вот, и сейчас я смотрю видео одной девушки Она убирается в квартирах у людей, которые не могут сами убраться Конечно, у них там полнейший трэш И, типа, так вышло случайно, что я начала смотреть видео этой девушке Моя подписчица в телеграм скинула мне видео Я его даже сейчас прикреплю Ну, чуть-чуть покажу И у этой девушки есть канал В телеграме мы это обсуждали Причем так вышло интересно, что сначала мы обсуждали депрессию В моем телеграм-канале Обязательно подпишитесь, там постоянно что-то мы обсуждаем Интересненько делимся опытом, советами Сначала мы обсуждали депрессию А, не сначала В этом и суть Все началось с того, что я увидела в клининговой компании фотку до и после Где очень засрата плита Я скинула этот скрин в телеграм И написала, типа, блин, я не понимаю Ну, неужели хотя бы 20 минут человек не может найти, чтобы помыть плиту И кто-то мне написал то, что может быть у человека депрессия И он не может помыть И я такая, ну, типа, блин, в смысле Что это значит депрессия? Ну, типа, что, нельзя убрать, что ли? Ну, короче, просто я такая, знаете, немножко необразована в этом вопросе Потому что для меня депрессия, это всегда было что-то из ряда Типа, нету настроения, вкус их жизни, все бесит Ну, короче, что-то такое очень обыденное, повседневное То, что может случиться с каждым Вот, но на самом деле депрессия, это прям очень страшно, тяжело И как бы люди из-за этого, бывает, жизнь укончают Ну, короче, ужасно Вот, и мы это тоже обсуждали Выясняли в моем телеграм-канале И потом кто-то скинул видео, где вот эта вот девушка убирается в очень грязных домах У людей, которым прям очень нужна помощь Я прям подсела, потому что, вы знаете, что раньше я смотрела Тил Сим Помешанной на чистоте Вот, в принципе, я сейчас могла бы, ну, продолжить смотреть Потому что у них там много разных выпусков Но что-то мне стало интересно посмотреть эту девушку Еще я с переводом начала смотреть в Яндекс Так что класс, потому что я два дня смотрела без перевода, ну, вообще без звука Просто смотрела, как она убирает грязь Вот, я хочу сказать, что это очень хорошее, благое дело И вот она рассказывает то, что она это делает бесплатно Каждую неделю она убирает одну квартиру Она это все снимает на видео И у нее там есть какой-то спонсор И плюс ко всему спонсор это как бы реклама с Ютуба И от того, что она убирается бесплатно у людей И снимает это на видео Она зарабатывает денежку там с просмотром, грубо говоря И благодаря этому может там путешествовать, еще что-то Ну, короче, прям классно Я могу сказать, что она молодец Однозначно Вот, так что лежу, смотрю И что еще? Завтра у меня будет ламинирование бровей Если честно, не хочется краситься вообще Но, наверное, как-то накрашусь все-таки Вот не знаю почему, мне не впадло краситься, но мне впадло смывать макияж Ну, я его всегда смываю, разумеется Ну, просто впадло, вот эта вот рутина вечерняя, что-то меня бесит Продолжу просмотр Иногда я едва могу вынести мусор Но так как мусора накопилось много лет То время от времени выносить немного мусора не имеет значения Блин, чтобы вы понимали, там вся квартира в мусоре Просто даже ногу, ну, некуда поставить Все валяется на полу, все в мусоре Мне кажется, ну, понятно, я прослушаю историю Делаю вывод, что даже если У тебя психические какие-то проблемы Девушка же написала смс, взяла себя в руки Там, грубо говоря, да, проход Какую-то терапию, еще что-то Ну, типа, блин, в смысле не имеет смысла Если каждый день хотя бы сколько-то мусора уносить Его все равно будет становиться, ну, меньше, наверное, чем больше Ну, или хотя бы его не будет становиться еще больше Ну, короче, логика, конечно Поэтому я принимаю душ только раз в неделю, когда хожу купаться Ребята, всем привет! Сегодня у меня вообще такой день Случайно получился С какими-то интересными планами Во-первых, я сейчас подъезжаю на бровки в Smell в студию Делаю пламенашечку Еще я записалась на счастье для волос Еще я взяла с собой наушники И сможем продолжить смотреть всякие приколдесы Типа уборки в грязных домах В наушниках, чтобы никого не отвлекать Потому что там вот эта девушка, которую я смотрю Она так радуется пыли, так радуется плесень Я думаю, блин, немножко странно Вы бы видели, какая грязная у меня машина Вы бы охренели просто Он в Smell Studio, так что побежали туда делать бровки Все, я уже пришла Сейчас будем делать бровки А первый состав у нас что делает? Он раскрывает чешуйки волос Мне нравится, когда волоски выделены друг от друга Когда нет ламинирования, то они все в одну кучу Плюс еще мой старинный татуаж А там прям сразу натурально выглядит А второй состав что у нас делает? Второй состав как раз таки уже на изгибе работает То есть первый состав раскрывает чешуйки А второй уже создает непосредственно вот этот эффект Так, ребят, все, мы закончили Такие бровки получились Приближу вам Тут у меня и ботокс еще И масло, да? Угу И вот такую вот сеточку подарили Я от них никогда не отказываюсь Они мне всегда нужны И для ресницы, и для бровей самое то Мы сейчас с мастером болтали о том, что здесь еще есть уход для лица Есть косметолог, и пилинги можно сделать Так что обязательно запишусь на уходик 100%, а там уже косметолог скажет Какие пилинги можно, какие советуют для моей кожи Ух ты, какие красивые дома Смотрите Классно В общем, я еду Мне 17 минут ехать И я записана на счастье для волос В 18.00 приеду я на практически полтора часа раньше Но ничего Главное не позже Я уже написала, что если вдруг мастер пораньше освободится То, ну как бы супер, напишите Я подойду пораньше Если нет, то буду ждать уже в машине Там, не знаю, придумаю Может в кафе я схожу В общем, мне ответили Сказали, что мастер освободится в 5.30 То есть мне нужно будет подождать Я приеду в 6 Господи, я приеду в 4.30 Вот, так что надо будет где-то час подождать Но я думаю, что я это время проведу с какой-то пользой Может прогуляюсь до кафешки реально Потому что там недалеко кафешки Тут даже недалеко, прям совсем рядом Где сейчас у меня волосы будут Там торговый центр европейский А сейчас я еду по Арбату, кстати Кому интересно Новый Арбат Всякие тусы, джусы, клубы, рестораны, магазины Аптека Такое длинное, классное место Давно, кстати, не была на Арбате Это для тех, кто не из Москвы Здесь у нас кинотеатр «Октябрь» В котором обычно проходят все премьеры Ну, не всегда, прям только в этом кинотеатре Но часто в этом кинотеатре проходят разные всякие классные премьеры Я тоже там была не один раз Вот Прикольно Там Москва-Сити, как можете заметить Даже не скажешь, да, что у нас сейчас январь Даже конец января в любом случае Я даже еду и думаю, так, может быть, уже и колеса снимать Менять точнее на эти летние резину Потому что это вообще трэш Просто не снежинки Даже намёк на то, что вообще какая-то зима И я, если честно, даже немножко рада Потому что, блин, ну класс А температура вообще ноль Просто ноль Как вам такое? Короче, я решила поступить по хитрому Я решила парковаться сразу не там, где салон А сделать такой немножечко крючок Но из которого я потом удобно смогу поехать туда, где у меня будет процедура Блин, мне вот прям так и хочется зайти вот в этот европейский, который сзади меня Купить что-то, тоналку какую-то и замазать этот прыщ Дурной Там европейский Мне надо только перейти дорогу И я там Но мне лень Я, наверное, лучше пойду во вкусные точки Хотя я не голодная Но я точно знаю, что скоро я проголодаюсь Потому что мне час ждать Потом еще час где-то точно процедура Ну, даже полтора Вот, я лучше что-нибудь перекушу Открою видосик Почитаю комментосики Не знаю Позаписываю какие-нибудь кружочки Не знаю, сторисы Вот, я была уверена, что у меня с собой есть этот Тоналка Ладно, пойду схожу во вкусные точки, которые находятся вот Вот, видите Пойду туда Так, ребят, все Я уже сходила во вкусные точки Взяла себе вкусняшечки всякие Так, волосы Меня жутко раздражают Жутко бесят мои волосы Прям уже скорее бы с ними что-то сделали Торчат маленькие Знаете, как будто бы отломились Прям вот у корней Вот такие вот штучки Короче, бесячие Короче, сходила я, все И приехала уже ближе к салону Чтобы не париться Просто тут сидеть, кушать Фу, дурацкую картошку дали В некоторых кафешках вкусная и точка Делают какую-то странную картошку Как будто бы им не завозят то, что надо То есть она тут такая толстая Типа по вкусу норм, но, блин Я больше люблю тоненькую А это такая, знаете, как будто из Бургер Кинга Ну, короче, не толще пальто Еще дали мне липтон со льдом Я обычно себе сок какой-нибудь заказываю Апельсиновый, но Что-то он мне надоел немножко Даже не то, что надоел А я подумала, типа, блин Сейчас буду долго сидеть на процедуре Он станет не вкусным Не холодным Взяла наггетсы, картошку, чизбургер Понятное дело, все это я не съем Просто хочу и то, и то Чизбургер я вообще обычно Раза три откушу и все Но мне хочется просто вкус этот Смотрите, мне не хочется его полностью съесть Так что сейчас, короче, поем У меня осталось 40 минут до процедуры Так что вообще супер все получается Поем, выставлю видосик Что-то посмотрю, поотвечаю И вообще классно Просто улет и пойду на процедуру Я уже доехала, пришло мое время Так что сейчас начнем Делать просто откушу Ребят, я с вами прощаюсь На этом у нас уже полчетвертого утра Я уже без макияжа, без всего Решила снять издалека концовку Потому что у меня сейчас кожа не в самом лучшем состоянии И я не хочу ее запоминать такой Вот, ну и краситься тоже не хочу Поэтому нашла выход просто отдалиться Надеюсь, вы не против Спасибо большое, что смотрели этот влог Надеюсь, что он вам понравился Если с тех, то ставьте пальцы вверх Подписывайтесь на мой канал Всех люблю, целую, обнимаю А, и еще подпишитесь на мой телеграм-канал Потому что я там постоянно что-то пощу, пишу У нас там общение просто круглосуточное Реально круглосуточное И в 5 утра, и в 8 утра И днем, и утром Так что всегда на связи Всех люблю, целую, обнимаю Будьте счастливы, здоровы И всем пока!